Они преследовали в первую очередь социальные цели, ну и естественно, скажем так, своего рода община, если академическими терминами называть, которую объединяет в том числе помимо судьбы еще и какие-то совместные воспоминания. Или, как сегодня можно говорить, социальная память или историческая память, ну вот она их объединяла. Хорошо, но вы сами говорите, что это объединение бывших легионеров, то есть западный мир воспринимал бывших латышских легионеров в 50-е годы абсолютно спокойно и нормально? Я думаю, что в целом да, потому что, я еще раз повторю, они не участвовали в политической жизни тех стран, где они проживали. Они, конечно, были официально зарегистрированы, они были хорошо известны и так далее. И тут есть один существенный нюанс, который не всегда учитывается в Латвии. Ведь Нюрнбергский трибунал, он назвал организацию СС преступной организацией. И, значит, добавил одно вспомогательное предложение, значит, что это не относится к боевым отрядам ВАФН-СС, значит, оружия СС. Но, и потом следует это вспомогательное предложение, если они не совершали преступлений военных против человечности, значит, то есть вопрос о том, совершал, не совершал, относительно легионеров, он, конечно, решается индивидуально. То есть и судебным путем, значит, если на суде доказано, что этот человек, или, значит, путем исторического исследования доказано, что вот этот конкретный человек совершал преступление, то, конечно, к нему это не относится. То есть вы хотите сказать, что по версии Нюрнбергского трибунала, в Латвии Легион СС не был преступной организацией? Большинство членов ВАФН-СС не было преступниками. Давайте поговорим о том, как 16 марта пришло в Латвию, когда у нас начали отмечать эту дату, может быть, были какие-то попытки и в советское время, и вот как это развернулось, не празднули, скажем так, вспоминания ли в 90-е годы? Что касается советского времени, мне трудно судить. Я допускаю, что, конечно, легионеры, они рассказывали о своей судьбе, о том, что пережито и так далее. У меня прямых родственников среди легионеров не было, но я знаю вот такие рассказы конкретные с одного конкретного легионера, который являлся родственником отца моего отца. Благодаря его рассказам я знаю, как они отступали в сторону курзами по территории Латвии и так далее. Так что в этом плане, значит, можно сказать, что, естественно, в социальной памяти, в так называемой коммуникативной памяти, это надо, наверное, пояснить, коммуникативная память существует между людьми разных поколений, но это примерно 3-4 поколения современники. То есть я рассказываю что-то о советском времени, например, своим детям или, значит, уже своим внукам. А, значит, более старшее поколение может рассказать мне, в том числе о Второй мировой войне. Значит, вот в плане вот этой коммуникативной памяти, которая существует благодаря рассказам людей разных поколений, а, конечно, в советское время в коммуникативной памяти легион существовал всегда, и эти рассказы, естественно, присутствовали. А что касается самого дня, я сейчас не смогу совершенно точно сказать именно с какого года, но, естественно, что с начала 90-х годов легионеры стали отмечать 16 марта и в Латвии, и только вот в конце 90-х этот день приобрел благодаря общеизвестным событиям, о которых много рассказывалось. Вот на прошлой неделе разными СМИ этот день приобрел политическое значение. Это вы о каких событиях говорите? Это вот события 1998 года, и это вот... То есть охлаждение отношений с Россией? Ну да, но, на мой взгляд, важную роль сыграло вот это решение сделать этот день официально отмечаемым днем. Что, на мой взгляд, я вполне согласен с Варей Витти Фрейберга, что это была политическая ошибка, что это была неправильная ошибка. Хорошо, вы говорите, что в советское время легионеры существовали в социально-коммуникативной памяти, а какое к ним было отношение вот в латышской среде? То есть они были к кем? Ну, я думаю, что среди... Ну, естественно, официально они были, значит, людьми осужденными, поскольку многие побывали в Сибири, потом вернулись, значит, но военными преступниками они не считались. А на человеческом уровне? А на человеческом уровне, я думаю, что среди семей, где они, то есть там, где они являлись членами семей или семей легионеров, их потомки, конечно, там отношение к ним было, скорее, в подавляющем большинстве абсолютно позитивным. Мне трудно представить другое отношение ее в то время. Она, конечно, не могла проявляться официально, публично, но в семейной среде положительно. Хорошо, но учитывая, скажем так, количество жителей Латвии, учитывая количество людей, призванных в легионы, вы говорите, если в семье кто-то был в легионе, значит, отношение было позитивным. А не получается ли так, что в каждой латышской семье кто-то из родственников все равно был в легионе? Ну, скорее всего, да. Но тогда, в общем и целом, позитивное отношение получается у латышей. В целом, скажем так, позитивное и позитивное, а латышское общество, оно ведь неоднородно. Если говорить о сегодняшнем дне или говорить о 70-80-х годах, поэтому я думаю, что, еще раз могу только повториться, что, конечно, среди депортированных, среди легионеров, их члены семьи, естественно, отношение положительное. Так что, я бы сказал так, нет таких опросов общественного мнения, которые проводились бы в то время. Но про то время я могу сказать, что на уровне коммуникативной памяти, на уровне социальной памяти, на уровне общения или положительное, или нейтральное. А на ваш взгляд, сегодня какое в латышской среде отношение к 16 марта? Я думаю, что все-таки большинство склоняется, и судя по размерам этого мероприятия, я думаю, что большинство склоняется к принятию тезиса о том, что, и что в соответствии действительности, что абсолютное большинство было призвано под давлением при нарушении международного права. Конечно, были добровольцы, примерно 15-20% легионеров были добровольцами, остальных призвали принудительно. Значит, и отношение к ним, то есть люди склонны верить тому, что вот те, которых призвали принудительно, и, может быть, и какая-то часть добровольцев, что они наивно надеялись на то, что вот после окончания войны восстановится независимая Латвийская республика. Что, конечно, было совершенно утопичной мыслью, но я думаю, что, понимаете, во время войны человек живет из одного дня в следующий день, не зная, будет ли он жив через неделю, через месяц или нет. Так что, естественно, эти люди, участвуя в этих боях, они, конечно, живут надеждой. Ну, была ли там, играла ли там какую-то большую роль, какая-то политическая мысль, я сомневаюсь. Но то, что у них была любовь к Латвии, к своей родине, в этом я не сомневаюсь. — Хорошо, но все-таки на данный момент, учитывая, что никаких протестов с латышской стороны по поводу празднования 16 марта мы не видим, откуда взялось вот это вот нейтральное или позитивное, может быть, отношение к легионерам и 16 марта? Если в советское время это не проявлялось никоим образом, может быть, как вы говорите, где-то в семье там что-то... — Ну, это подавлялось, это подавлялось, это подавлялось. — То есть, все-таки сейчас в латышской среде эту дату и отношение к легионерам надавили сверху, в смысле СМИ или политики? Или все-таки латышское общество было к этому готово, и в данном случае СМИ и политики выполняли какой-то такой вот общественный запрос? — Нет, я думаю, что, конечно, большую роль играют СМИ, как русские СМИ, так и латышские СМИ. Естественно, тут шумов СМИ больше, чем самого происшествия или события. Естественно, что привлекают внимание и крупные полицейские силы и тому подобное. На мой взгляд, большую роль играет очень отрицательное отношение к этому факту со стороны России и русскоязычных СМИ. — То есть, хотите сказать, что латыши любят 16 марта, потому что их не любят русские, его не любят русские? — Не так просто, но недифференцированное, неточное объяснение, рассказы, комментарии и акции со стороны официальных русских властей, российских властей, точнее, и русских СМИ в Латвии, попытки назвать их нацистскими преступниками, всех без исключения и тому подобное. Это, конечно, играет какую-то мобилизующую роль. Это неоспоримо. — То есть, в данном случае, на ваш взгляд, латышское общество, поддерживая или, скажем так, хотя бы не протестуя против 16 марта, выражает какое-то несогласие с Россией? — Я не думаю. Понимаете, если бы это имело какое-то большое политическое значение, тогда бы, конечно, там во время 16 марта к памятнику шло бы тысяч пять или десять. Но этого ведь не происходит. Поэтому 1500 человек, по официальным полицейским данным, это в основном заслуга самих легионеров, членов их семей и, естественно, национального объединения. Вот это их заслуга. — Если в данном случае у отношения латышей к 16 марта есть какая-то историческая подоплека, то есть кто-то был в легионе и так далее, но ведь до 40-го года в Латвии жило немало русских, и русских тоже в этот легион призывали. Почему у русских нет вот этого хотя бы нейтрального отношения к 16 марта? Почему русскими оно воспринимается крайне негативно? — Ну, я не знаю. Вряд ли можно говорить о таком крайне негативном отношении поголовном. В этом я сомневаюсь. Наверное, только такой обстоятельный, хорошо проведенный опрос мог бы показать, насколько это отношение или нейтральное, или отрицательное. О положительном тут, наверное, можно сказать, что действительно...